Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня постараюсь рассказать вам о породе карликовый легорн. Она есть в нашем хозяйстве. И я вам расскажу все как есть, как заводчик этой породы, как человек, который продает инкубационное яйцо этой породы и молодняк этой породы. Подробности мы с вами обсудим те, которые обычно птицеводы не рассказывают. Потому что саму аннотацию, конечно же, можете прочитать в интернете или на сайте производителя. А мы со своей стороны добавим кое-что еще. Оставайтесь с нами. Приятного просмотра! Птичка эта была создана в научно-исследовательском институте птицеводства. Находится этот институт в Сергиевом посаде. И от него, в принципе, генофонд продает яйцо. Организация, которая имеет отношение к этому научно-исследовательскому институту. Мы свою птицу, в принципе, приобрели, как и любую другую, яйцом. Эта птица выведена нами из яйца, взятого в генофонд в Сергиевом посаде. Там продают яйца от нескольких семей. Поэтому мы изначально постарались избежать эмбридинга. Так как у нас петушок от одной семьи, а курочки от другой. Курицы у нас разного возраста. И мы постарались соблюсти это правило эмбридинга. Но не знаю, насколько у нас стопроцентно это, конечно, получилось. Эта птица была создана для разведения в частных подворьях, в частных хозяйствах. Птичка маленькая, компактная. При ее выведении использовалась порода легорн. Это всем известная итальянская порода. Эта птица изначально, кстати, в Италии была совсем не особо яйценоская. Но потом селекционеры над ней поработали. И теперь она основа очень многих кроссов и очень многих пород яичного направления. По заявлению производителя, эта птица имеет возможность выдать вам 310 яиц в яйценосный период. Прошу обратить ваше внимание, яйценосный период это не год. И не год уж тем более с момента рождения. Это 72 недели с момента начала яйценоскости. Это примерно 4-4,5-5 месяцев. И до пиковой яйценоскости в 1,5 года сверх этого. То есть за 1,5 года она вам выдает 310 яиц. Я бы сказала, что для людей, которые не обращают внимания на то, что яйценосный период, а не год используется в этом учете, для тех, конечно, это все очень шикарно, но на самом деле не будем сами себя обманывать. Это, конечно же, не яичный кросс, это порода. Поэтому эта птица дает примерно 200-220 в идеале яиц в год. С момента начала яйценоскости, если будем мы с вами так считать. А если брать весь период до пиковой яйценоскости, то, возможно, там будет и 300-310, там еще что-то. Сейчас быстренько покажу вам вес яичек этой курочки. Значит, у молодочки, но это уже не такая уж молодочка, 55, значит, грамм. Вот это поменьше, наверное, будет 50 грамм. И курочка, которая постарше, уже годичная, будет нести вот такое 65 грамм яичка, вытянутой, продуговатой формы, остроносенькое оно, достаточно отличного, я бы даже сказала, качества вкусового. Кстати, по вкусу яиц мы с вами поговорим потом подробнее, сделаем видео об этом. Вот такие яички у этой курицы. Ситуация с этой птицей обстоит проблемная в следующем. Она очень склонна к расклевам. Как и все белоперые птицы, как и многие, так скажем, белоперые птицы, практически нельзя или очень сложно обойтись без расклевов. Как у молодняка, так и у взрослых птиц. Если птица где-то ранилась, или ее поранил петух, как у нас была эта ситуация, вот наша, с вот этой бедненькой птичкой, которой петух вскрыл голову, до тех пор, пока мы не стали прижигать клюв ему сверху, чтобы у него вот этот вот нарост этот убирался, до тех пор он портил кур, и подружки уже добивали их окончательно. Голова намазана у всех в знак солидарности, чтобы две, которых больше всего обижают, ничем не отличались от остальных. Ну, в общем, вот уже сама эта окраска у них прошла, ну, вот можно увидеть все равно, конечно. Но при этом они так и продолжают тюкать наших двух бедных. Это молотку одну, которая была введена уже вот в стадо позже, вот она там, в семью. И вот эта старая курочка, то есть, ну, как старая, ей еще нет полутора лет, который, к сожалению, петух повредил голову, и у нее там есть шрам нарост такой, который постоянно интересует этих кур других, других ее подружек. Курица очень любит рыть, курочка любит напольное содержание, хотя, в принципе, она предназначается и для клеточного содержания. В клетке, конечно же, у нее будет перо чистое, белое, светлое, вот как у нашего петушка. Он очень самый аккуратный, но и вот, в конце концов, никто не топчет. Конечно, ему сам Бог велел быть посветлее. Курица сама по себе маленькая. Девочка, я вставлю, наверное, видео с ее взвешиванием. От кило 200 кило 400 по нормативу, по описанию породы. Петушок побольше, килограмм 400, кило 800. Цвет кожи у нее желтый, то есть, если вы будете использовать тушку в пищу, вы увидите, что у нее при снятии пера цвет кожи желтый. Обращаю ваше внимание, что такой показатель тоже существует при описании пород. И все споры о том, что птица желтая, не желтая. Есть птица с белой кожей, есть птица с желтой кожей. То есть, тут уже показатель самой породы тоже. И чем вы ее не кормили, в общем, этот показатель будет примерно придерживаться описанию. Хотя, конечно, оттенок может быть желтее, там, менее желтый. И мы плавно переходим к питанию. Так как эта курица несет крупное яйцо, по заявленному размер яйца 58-62 грамма. Это достаточно крупное яйцо, особенно для мини-курицы. Есть несколько, ну не минусов, так скажем, а прописанных о ней недостатков. Таких как корм этой курицы должен быть очень хорошо сбалансирован и питаться она должна качественным, достаточно калорийным и достаточно витаминизированным кормом. То есть, по идее, комбикормом она должна кушать. То есть, мы сами еще не способны это составить правильно, рацион. И тогда она будет вам выдавать те показатели яйценоскости, которые заявлены в этой породе. В других случаях яйценоскость, конечно же, будет ниже. И это нужно понимать, ждать. Следующий момент. В связи с тем, что эта курица, будучи маленькой, несет крупное яйцо, у нее бывают случаи выпадения яйцевода. В нашем хозяйстве такого случая не было. Но вообще это свойственно этой птице. Плюс еще такое замечание, что курочка, когда начинает у нее резко увеличиваться размер яйца, у нее бывает кровит. Яйцевод, и вы это видите на яичке. Поэтому тоже имейте в виду, что такое у этой породы бывает. Это не очень хорошо, но ничего пережить можно. Гнездо этой птицы должно быть закрытое. Это из нашего опыта уже. Если гнездо вы не можете сделать ей закрытое, то нестись она тоже может перестать. Достаточно жару переносит достаточно хорошо. Может быть в силу своего плотного оперения, как холод, так и жару, переносит эта птица легче. Самая большая сложность этой птицы, это конечно же расклевывая. Если вы цыплят этой породы, карликовый легорный, держите с другими цыплятами, то ждите, что эти карликовые цыплятки вам забьют любую большую птицу. Очень они кровожадные. И несмотря на то, что у нас в корме достаточно много мяса, то есть это и на бульоне мы им делаем мишенки, и у них есть и комбикорм в рационе, зелень, я стараюсь всегда следить, чтобы они витаминизированную добавку такую имели. И в воду мы добавляем витамины периодически. Так же, как профилактика мучкислого диатеза, мы добавляем и соду им, и соду в жару даю в воду, специально, чтобы облегчить их состояние в жаркий климат, в жаркий период времени. Все равно, в любом случае, эта птица будет клевать другую, если у нее есть на то повод. Вот у нас повод какой. Мы ввели молотку, мы ввели старую птицу, которой петух поставил шарам на голове, и теперь они постоянно ее клюют. Это вот это. Вот видите, у меня такая шишка, и они постоянно интересуются ею. Птицу эту нужно отвлекать, то есть там кочаны вешать, все что угодно. Рекомендаций очень много, чтобы избавиться от расклевов. Но скажу вам так, была первая птица, будьте готовы. Вот такая вот история про мини-легорн. Они у нас грязные, потому что они содержатся, считайте, напольно, и они любят поваляться. Подстилку папа недавно менял, Санька. Но тем не менее, петушок исполняет свои обязанности с регулярностью, с завидной. И по этой причине, в общем, он курочек пачкает так или иначе. Грязные лапы об грязную подстилку он испачкал достаточно стильно их. Но сейчас у них будет период леньки. Видите, вот тут перышки валяются, они уже начинают линять. Вот видите, что творится с пером тоже. И поэтому в этот период у них, конечно же, снижается и сноскость достаточно резко. Но я надеюсь, что они к зиме у нас будут чистенькие, хорошие. Может быть, некоторые зарастут свежим пером, и я перестану их мазать каждый день от CD3. А подружки, уже нажравшиеся CD3, может быть, перестанут когда-нибудь вас обижать, девочки мои. Но это просто какой-то ужас. Если у вас в хозяйстве есть опыт, есть птица с белым пером, напишите, пожалуйста, есть ли у вас расклев. И делали, может быть, в пере, или, может быть, в особенности именно этой породы. Слышали мы о том, что лигорны и обычные, в том числе большие, страдают такими вещами, так как их все пила первая птица. Но мы прям, я не знаю, что уже только не делали. Корм витаминизированный, специальный, можно сказать, все время комбикорм у них в рационе, помимо всяких других финтифлюшек. Вот. Но клювы прижигали. И головы мажем. И у нас только лигорна. Видите, здесь нет другой птицы, не содержится, чтобы была с меньшим каким-то плотностью оперения и раздражала. Освещение достаточно тусклое, никакого яркого света, никаких нервных ситуаций и звуков. Они тут живут сами по себе, что называется. И все равно присутствует момент расклева. Все равно, к сожалению. Так что вот, смотрите. Если вам эту породу чистой, белой, красивой, аккуратной, значит птица содержалась на сетке. Ну, в общем, я думаю, что вы это и без меня прекрасно понимаете. Все. Вот такой вам рассказ. Думайте, решайте. Само собой, что мне выгоднее, чтобы вы считали эту птицу только исключительно с хорошей стороны знали. И брали яйцоньку бацунны. И особенно, если вы рядом, потому что мы ее ничего никуда не отсылали пока еще. Но тем не менее. И брали цыпляточек, выводили, потому что курица кушает мало, содержится плотно и несется отлично. Но при этом, и мы не можем не сказать вам о минусах этой породы. Ну все, дорогие друзья. Надеюсь, мой рассказ был для вас полезен. Заводите эту птичку. Любите эту птичку. Она вам ответит взаимностью. Только знайте ее маленькие вот такие вот недостатки, чтобы вовремя принять правильные меры. Всего доброго. До новых встреч. И жду от вас умных, полезных комментариев. Счастливо. Ты будешь наша главная птичка, да? Да. Ты яичко снесешь? Нет. Нет? Я не курочка. А кто ты? Цыпленок. Ты еще маленькое яичко не сносишь, да? Правильно. Или ты вообще петушок у нас? Нет. А петушки несут яички? Нет. Правильно, не несут. А что несут? А зачем нам бусинка петушки? Чтоб гонять курочек. Чтоб курочек гонять? Ага. Петушок их сгоняет, чтоб они не угались. А, он порядки наводит, да? Ага. Правильно, абсолютно. Для этого петушок и нужен. Да. Продолжение следует...